Итак, всем привет! Мы с вами очень давно не виделись, касательно Elder Scrolls так вообще очень-очень давно, но в данный момент у меня вновь проснулся интерес к этой вселенной, она для меня всегда являлась любимой вселенной, и я поэтому вновь решил повыпускать по ней видосики. У меня было много разных идей, с какого ролика начать, и я выбрал по итогу именно тему про то, кто заказал нищего Нарфи Темному Братству, так как хочу начать с чего-то легкого и слегка отстраненного, от серьезного лора, а в будущем уже выпускать и такие ролики, и серьезные, как раньше. Ладно, не буду долго затягивать. В общем, я всегда замечал, что мотивы заказчиков Нарфи будоражат умы фанатов. Естественно, я знаю о существовании видосов на этот счет, некоторые из них я посмотрел, и пришел к выводу, что я тоже хочу сделать такой ролик. Кроме того, что меня самого эта тема заинтересовала, ну действительно, еще на русскоязычном сегменте то, что я увидел по теме Нарфи, это совсем далеко от глубокого анализа и сути происходящего, а англоязычные ролики, хоть и подробные, но мне все равно есть что добавить к ним, да и выводы у меня немножко другие. Поэтому решил запилить свою версию этого расследования. Твои объекты? Нищий Нарфи? Этот несчастный попрошайка живет в развалинах около деревни Айварстед. Даже для тебя легкая цель. Итак, казалось бы, очень быстрый и простой контракт на убийство нищего Нарфи на деле оказывается одним из самых таинственных, если пытаться понять мотивы предполагаемого заказчика. Если честно, я всю жизнь был уверен, что о Нарфи скрытый людоед, так как если до контракта выполнить квест Нарфи по поиску его сестры, которая окажется мертвой, он в награду даст нам несколько алхимических ингредиентов, среди которых будет человеческое мясо. Ну, я всегда думал, что это и есть намек на то, что кто-то прознал о том, что Нарфи поехавший людоед и заказал его. Теперь же я понимаю, что эта версия полностью отпадает, поскольку по скрипту Нарфи дает именно что случайные редкие ингредиенты и человеческое мясо может вообще не выпасть. Плюс сами ингредиенты, скорее всего, собирал не сам Нарфи, а его сестра, что мы узнаем из квеста про нее. Кстати, об этом квесте мы и будем говорить далее, чтобы понять, кто мог заказать Нарфи. Когда мы его встречаем до контракта на Зира, он нам рассказывает, что его сестра Рейда ушла собирать травы и не вернулась, и что он без нее очень страдает. Я не вижу тебя, Рейда. Не могу тебя найти. Почему ты прячешься? Прячешься, прячешься, прячешься. Не расстраивай меня. Тут Рейда была и пропала. Пошла собирать травы и не вернулась. Совсем. Все пошли ее искать, да только не нашли. Ильин сказал, она вернется. Нарфи говорит, не волнуйся, Рейда обязательно вернется. По стилю речи понятно, что Нарфи серьезно тронут умом. Ну да ладно, мы можем вызваться помочь ему найти Рейду, его сестру. Что интересно, Нарфи с одной стороны верит, что Рейда жива и еще вернется, а с другой как будто знает или предполагает, что она скорее всего мертва, что выдает вот эта вот фраза. Ах, Рейда, Рейда, теперь ты живешь среди облаков, дорогая Рейда. Это, естественно, может быть психологической защитой и не обязательно означает, что он о чем-то точно знает или к чему-то причастен. Ну да ладно, он упоминает, что в том, что Рейда еще вернется, его убедил трактирщик Вилхельм. Идем к трактирщику и спрашиваем, не знает ли он что-то про Нарфи и его сестру Рейду. Вилхельм говорит, что Нарфи безобидный нищий, который тронулся умом с тех пор, как год назад пропала его сестра, а сказал он ему про то, что она вернется, просто чтобы подбодрить бедного парня, так как Рейда скорее всего мертва. Вот его слова. Он безобидный. Он такой с тех пор, как пропала его сестра Рейда. Уже больше года назад это было. Живет один, на семейной ферме на той стороне реки. Ну, на том, что от фермы осталось. Я так сказал, просто чтобы он не убивался. Наверняка она мертва. Рейда обычно собирала травы на маленьком островке на реке к востоку отсюда. Как-то она ушла и пропала. Я пытался ее искать, но она так и не нашлась. Я там видел вход в пещеру или что-то вроде того. У нас ее называют Зал Гейрмунда. Вот уж не знаю почему. Я бы на твоем месте туда не совался. С Рейдой явно ничего хорошего не случилось. В общем, Вилхельм говорит, что в один день Рейда просто пропала. Он пытался ее найти, но безуспешно. Он дает нам наводку на пещеру, ведущую в древние курганы с драуграми, Зал Гейрмунда, и дает нам понять, что, по его мнению, именно драугры или иная нечисть из пещеры убили Рейду, пока она собирала травы на острове. Однако, скелет Рейды мы находим не совсем там, а под водой, возле каменного моста Айворстеда. При ней мы также находим ее именное ожерелье, дабы показать нарфи, а также сумку с алхимическими ингредиентами, которые Рейда успела собрать. Так вот, очень маловероятно, что смерть Рейды хоть как-то связана с опасной пещерой, на которую ссылался Вилхельм. Стоит зайти в нее и проверить окружение, как станет понятно, что, чтобы добраться до Нордских гробниц, нужно нырнуть в эту расщелину, так что обратно на поверхность Рейда бы уже не выбралась. Ну, только если она и драугры не умеют летать. Сами же драугры также и летать не умеют, и уж точно не выходят на поверхность, а тысячелетиями стерегут предателя Сигдиса Голдурсона, убитого и запечатанного здесь в первую эру. Это уже, если что, другой квест про утраченные легенды Скайрима и амулет Голдура. То есть в пещеру Рейда, скорее всего, даже не заходила. Занимательный факт в том, что над ее телом в воде плавают две железные стрелы, то есть ее застрелили из лука, после чего она утонула. Весело, конечно, что прошел год, а течением эти стрелы не унесло, ну, скажем, спустя несколько минут. И сейчас они должны были бы уже доплыть куда-нибудь до Аковира. Но ладно, разработчики хотели показать, что Рейду застрелили. И да, эти стрелы лежат здесь с самого начала игры всегда. Можете проверить это у себя. Если их там вдруг нет, то вы их уже сами подобрали и забыли об этом. В таком случае начните новую игру, чтобы убедиться. В самой игре, что интересно, течение и так присутствует, и когда вы придете на место, эти стрелы начнут постепенно уплывать. Но изначально они всегда находятся над скелетом Рейды. К сожалению, ни у кого из коренных жителей Айворстеда нет лука. Так же, как и в диалогах, ни у кого, кроме Вилхельма, нельзя спросить про Нарфи и Рейду. Ну, если быть точнее, лук все же есть у охотника Баркнара. Изначально его нет в Айворстеде, и мы его встретим при подъеме на высоких Ротгар. И после диалога с ним он пойдет в Айворстед в трактир Вайлмир. Но из диалогов с ним не создается впечатление, что у него могли быть хоть какие-то мотивы убивать Рейду. Однако, у самого Вилхельма за барной стойкой висят тушки зайцев. А мы знаем, что охотники в Скайриме охотятся на зайцев именно с луком. Иногда в открытом мире можно даже наблюдать, как они стреляют по этим животным. Так что главный и единственный подозреваемый в том, кто убил Рейду и затем заказал Нарфи, это трактирщик. Он единственный, кто располагает примерной информацией о том, куда могла пойти Рейда. Говорит, что искал ее, однако ее труп был почти вплотную к поселению, и он его почему-то не замечал. И он единственный, кого можно заподозрить во владении луком в Айворстеде. Хотя тушки кроликов и фазанов для него мог добывать тот самый охотник Баркнар, о котором я уже упоминал. Это тоже нужно учитывать. Единственное, что печально, есть неприятная недоработка, не позволяющая понять, давали ли разработчики еще какой-то намек на причастность Вилхельма к убийству Рейды. Если показать ему ожерелье мертвой Рейды, а такая опция есть, он ответит слово в слово одной из фраз, которую говорит Нарфи в своем бредовом стиле, когда тому приносишь амулет для завершения квеста. Вот, сравните. Причем так он отвечает и в оригинальной озвучке, именно голосом Вилхельма, а не Нарфи. Сначала я подумал, что это намек на то, что Вилхельм поехавший маньяк, который целыми днями изучает характер Нарфи, что уже полностью сроднился с ним. Он уже прикончил всю его семью и все норовит добраться до нищего, изучил все его повадки, все его фразочки. Но больше я склоняюсь к тому, что это просто недосмотр разработчиков в хаосе производства игры. Поскольку и у Нарфи, и у Вилхельма в диалогах был пункт показать ожерелье Рейды, Вилхельму в сценарии случайно дублировали ответ Нарфи, а актер озвучки просто это зачитал. Но вообще, по словам Вилхельма и самого Нарфи, у последнего, кроме Рейды, были мама с папой, а эти развалины – все, что осталось от некогда целой семейной фермы. Живет один, на семейной ферме на той стороне реки, ну, на том, что от фермы осталось. Она знает, что Нарфи с ней не попрощался, как с мамой и папой. Что случилось с ними всеми, непонятно. Одна из версий, что Вилхельм действительно точит зуб на всю их семью и к их упадку причастен именно он. Правда, мотивы здесь не совсем ясны, если это так. Ведь Вилхельм, по сути, самый успешный бизнесмен в их небольшой общине. Плюс по любым его диалогам вне этого квеста, да и в этом, по сути, тоже, он предстает довольно дружелюбным и открытым человеком. Можно было бы предположить, что поскольку он суеверный и боится призраков, что раскрывается, если пройти квест с Курганом в Айварстеде, то он подозревал Рейду в том, что она ведьма, раз собирает травы, а еще живет через реку в уединении от остальных жителей. Вот он и убил ее. Нарфи же был свидетелем. Вилхельм догнал его, ударил по голове, но тот выжил, при этом тронувшись умом и забыв многие детали этого происшествия. Но, с другой стороны, если он настолько суеверный, что боится даже фейкового призрака в Кургане, да, он не знает, что он фейковый, но, тем не менее, призраки это, в принципе, не редкости, не что-то сверхординарное в мире Elder Scrolls, а тут еще и фейковый призрак, в общем, вы поняли. А также отказывается из-за этого выполнять часть сделки с рифтонским торговцем, о чем можно прочитать записку в магазине «Заложенная креветка» в Рифтоне, ну, боится чел, то как он мог решиться на такие гнусные и опасные деяния, то есть убить рейду, потом попытаться убить Нарфи, а потом еще и провести отвратительный ритуал Темного Братства, контактируя тем самым с духом Матери Ночи, которая пошлет ассасинов убить жертву во славу Ситиса. Что-то здесь не сходится, правильно? Почему бы ему самому просто не добить Нарфи, можно объяснить еще тем, что он уже в тот раз рисковал с рейдой, и, возможно, с Нарфи, не добив его до конца, поэтому теперь не хочет, чтобы местные его в чем-то заподозрили, но Нарфи может что-то вспомнить, поэтому его нужно отправить вслед за рейдой и как можно скорее, но уже нашими руками, то есть Темного Братства. Но блин, Вилхельм сам не делает ни одного намека на то, что Нарфи опасен, с ним лучше не разговаривать, он не проявляет себя как жестокого человека в других разговорах, наоборот, он говорит, что Нарфи безобиден. Он безобидный. Он такой с тех пор, как пропала его сестра Рейда. Отсюда также можно сделать вывод, что очень маловероятно, что это Нарфи причастен к убийству сестры, будучи психом, не помнящим, что он натворил. Вилхельм буквально говорит, что тот безобидный. Иногда у игроков встречается версия, что Нарфи сам себя заказал Темному Братству. Там может быть разная логика, почему игроки к такому приходят. Некоторые думают, что раз он в награду дает один из случайных ингредиентов, но они не знают, что это случайные ингредиенты. Среди них, в общем, выпадает, к примеру, человеческое сердце, а оно вот участвует в ритуале по обращению к матери ночи, заказу убийства. Иногда это просто размышления на фоне всего квеста, что поскольку Нарфи псих, он в одном из приступов убил сестру, потом пытался себя убедить в том, что этого на самом деле не было, то есть психологическая защита срабатывала, он еще больше из-за этого сошел с ума и по итогу сделал черное таинство на самого себя, чтобы избавиться от душевных мук. В принципе, любая из вот подобных версий, что Нарфи сам себя заказал, как по мне, не выдерживает критики, поскольку какую бы мы фразу не сказали Нарфи, придя его устранить, он будет в ужасе и непонимании и начнет убегать. Также он скажет, что никогда не причинял никому вреда. Нет, убогий, не надо! О нет, пожалуйста, я никого не обижал! Оставьте старого Нарфи в покое! Даже с учетом, что он псих, такое поведение было бы супер неестественным, если бы он действительно сам себя заказал, так как многие жертвы Темного Братства, что в Скайриме, что в Обливионе, при определенных обстоятельствах проговариваются, что они в чем-то замешаны. А поскольку у Нарфи сознание не прям полностью помутнилось, и он иногда даже понимает, что Рейда, скорее всего, мертва, он бы, закажи он себя сам, сказал бы нечто вроде «наконец-то покой» и не сопротивлялся бы. Ну, то есть он просто бы сел и ждал, пока мы его убьем. Но он в страхе убегает. И не понимает, что здесь вообще происходит. Сюда же, к неправдоподобным теориям игроков, я отношу, что Нарфи был Вервольфом, который в облике волка убил сестру, будучи не в адеквате, а уже потом, осознав это в теле человека, сошел с ума от горя. А трактирщик Вилхельм или еще кто заказали его за то, что он свихнувшийся Вервольф и не умеет себя контролировать, убивает людей, ну, все в этом духе. Аргумент, почему вообще можно было бы его в этом всем заподозрить, это то, что в одной из своих безумных фраз Нарфи упоминает луны. Кстати, в русской локализации фразу про луну вообще не стали вставлять. Вот как эта фраза звучит в локализации. Если увидишь рейду, скажи, что Нарфи тоскует и скоро вернется домой. Очень скоро. Скоро-скоро! В общем, в английской версии он просто в конце говорит в рифму Soon like the moon. Скоро как луна. А, ну еще отталкиваясь уже от этой гипотезы, предполагается, что те железные стрелы выпустил трактирщик, но не в рейду, а в оборотня Нарфи, пытаясь отогнать его от растерзанной рейды. Но рейда погибла, а Нарфи выжил и убежал. Собственно, это вся теория и, как по мне, она не состоятельна от слова совсем. Ведь, как мы помним, Нарфи не то, что не превращается в оборотня, хотя эта механика присутствует в Скайриме с самого релиза. Он даже в человеческом облике нас не атакует, а вместо этого в страхе и недоумении убегает, говоря, что он никогда никому не вредил. Ну а также Вилхельм говорит, что Нарфи бедны и безобидны. Уж если бы он был свидетелем того, как оборотень Нарфи убивает сестру, он бы как минимум посоветовал путнику, то есть Давакину, держаться от Нарфи подальше. В принципе, можно рассмотреть еще одного кандидата на убийство не самого Нарфи, а рейды. Это Данмер Винделиус Гатариан, который выдавал себя за призрака с помощью созданного им самим зелья, и которого мы убиваем в Кургане Погребальный Огонь по просьбе Вилхельма. Дело в том, что Вилхельм говорит, что рейда пропала год назад, а в дневнике Данмера, где мы видим, как он потихоньку сходил с ума в этом Кургане, написана дата 200-й год 4-й эры, то есть тоже за год до текущих событий он вел этот дневник. То есть год назад, когда пропала рейда, он и прибыл в Айворстед. Плюс в дневнике он упоминает, что ему удалось создать призрачное зелье после пары ошибок, то есть он искал и подбирал подходящие ингредиенты. Возможно, однажды его увидела за этим занятием рейда, которая тоже собирала травы, и он ее убил, чтобы некому было догадаться о том, что у него на уме. Ну, заполучить сафировый коготь и открыть гробницу в Кургане. Еще, кстати, странно, что Винделюс целенаправленно пришел в этот Курган, знал, что ему нужен коготь, но так и не выяснил, что коготь был у трактирщика, а трактирщик по итогу просто отдает нам этот коготь в награду. Но прямых намеков на то, что к убийствам причастен Данмер нет. У него нету лука, он не упоминает об этом в своем дневнике, но даже если он убил рейду, то заказывать Нарфи ему нет никакого смысла. А что самое главное, он не смог бы этого сделать, так как, придав себе вид призрака, примерно в то же самое время он засел в Кургане и далеко от него не отходил, а по итогу вообще сошел с ума. По итогу именно по ходу написания этого сценария мне пришла мысль, что Нарфи заказал не трактирщик, а кто-то, оставшийся за кадром этой истории, но мотивом которого была личная месть к всему семейству Нарфи. Ведь когда-то, со слов трактирщика, у Нарфи была полноценная семейная ферма и семья. Сначала исчезли мать и отец, со слов Нарфи, потом сестру Рейду кто-то застрелил, с домом что-то случилось, а теперь и самого Нарфи, последнего из семейства заказали темному братству. В общем, можно подозревать трактирщика, но при этом есть и много контраргументов к этому, поэтому история очень мутная. И также у нас есть неизвестный человек или группа лиц, которые поставили себе цель истребить все семейство, то есть, условно говоря, смерти Рейды и Нарфи желали одни и те же люди, и они же и убили отца и мать Нарфи. Этот вариант мне кажется более правдоподобным. Итак, поскольку я планирую вернуться на YouTube, то, как и практически все, тоже создал себе бусти. Там пока что почти ничего нет, продумываю его оформление уже при работе над последующими роликами. В общем, если кто-то захочет меня поддержать, можете переходить по ссылке в описании уже сейчас. А если кому-то нужно убедиться в том, что я вернулся надолго, то я прекрасно это понимаю, и у вас будет такая возможность при выходе любого из последующих роликов. Всем спасибо за просмотр, с вами был AshKing, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok